Парламентский контроль. В Ярославле начинается новая эпоха. Депутаты муниципалитета теперь будут входить в советы директоров компаний, находящихся в городской собственности. Такое решение сегодня было принято на первом после летних каникул заседания ЗАГС Собрания Ярославля. За разгоревшимися на нем спорами наблюдала Марина Смарагдова. В советы директоров муниципальных предприятий войдут депутаты городского ЗАГС Собрания. Места в советах достались не всем, хотя заявки были поданы. Многие депутаты хотели бы участвовать в контроле за городской собственностью. Сейчас в Ярославле осталось 26 муниципальных предприятий, хотя 10 лет назад их было в три раза больше. Многие были проданы, остались необходимые для обеспечения жизнедеятельности города. Ярлифт, водоканал, транспортное ПТП и Яргорэлектротранс. В тех предприятиях, где 100% акций находится в городской собственности, все решения по вопросам компетенции общих собраний акционеров будет принимать муниципалитет. У нас в этом году не на что даже спроектировать два детских сада. А мы говорим, что нам в следующем их надо построить аж 6 или 7. А бюджет, который остался уже этого года три месяца, мы должны включить. То есть денег у нас нет ни на что. Депутаты сегодня решали, чем заткнуть бюджетные дыры. Много вопросов и голосования по каждому объекту отдельно вызвали инвестиционные предложения. Проще продажа городской собственности. Получить миллионы сейчас или сдавать в аренду и получать дивиденды долгие годы. Мнения разделились. Но и здесь консенсус был найден. В кредит даже мелкие подрядчики по ремонту учреждений образования отказываются работать. Я думаю, то же самое и в других отраслях. То есть это крайняя необходимость при выставлении этих объектов включения в план приватизации. Решения это обдуманные и также просчитанные. И еще один важный вопрос повестки – это спасение гор зеленхоза. Предприятие на грани банкротства. Счета арестованы. Сотрудники не получают заработную плату. В долговую яму зеленхоз попал, когда взялся с выполнения городского заказа с падением на 50%. Терпел убытки. Сегодня речь шла о передаче в залог недвижимости предприятия. Перекредитоваться сейчас, чтобы вылезти из долгов и дальше развиваться. Решением муниципалитета предприятию была дана передышка. Но хозяйственную деятельность еще подвергнут подробному анализу.